Большинство туристов едет в Карелию летом, потому что летом здесь клево. Однако зимняя Карелия тоже желает увидеть своих гостей и показать им свои заснеженные красоты. Вот и я прибыл сюда в конце зимы, когда уже не холодно и световой день гораздо больше, чем в глухозимье. Именно март является наилучшим месяцем для путешествия по зимней Карелии. Я проехал ее с севера на юг, посетил много живописных мест и познакомился с интересными жителями. Ну что, ребята, вот я нахожусь в республике Карелия и нахожусь в самом живописном, по моему мнению, месте национальном парке Панаярви. Здесь буквально в 25 километрах находится граница с Финляндией, а если ехать на север, то будет уже Мурманская область и Тундра. В летнее время вы и так все уже здесь побывали, потому что Карелия это популярное место. Вот зимой здесь был не всякий, а особенно в национальном парке Панаярви. А я и специально захотел приехать сюда именно зимой, чтобы показать эту карельскую зимнюю сказку. Национальный парк Панаярви находится на северо-западе Карелии, и здесь он не кончается, а уходит в Финляндию, где тоже расположена природоохранная зона. Попасть в парк можно, приехав на машине со стороны поселка Пиозерский. Дорога хорошая, грунтовая, зимой гладенькая, пройдет любой автомобиль. Общественного транспорта, увы, нет. Можно доехать автостопом на попутки. Вход в парк и нахождение в нем платное. Путевки приобретаются в офисе парка в поселке Пиозерский. Летом можно жить в палатках на специально оборудованных кемпингах, а зимой можно арендовать рубленную избушку с печкой и баней. Передвигаться по парку можно на снегоходах. Как-либо иначе двигаться тут, наверное, не получится. Машину поставил на стоянке и пересел на снегоход. Расстояния большие, пешком или на лыжах шибко не находишь. Нужна техника. Расстояние большие, пешком или на лыжах шибко не находишься. Посмотри, какой толстый лед. Сколько сантимов? 40 или 50? 40 точно есть. Признаться честно, летом в Карелии, наверное, все-таки интереснее, чем зимой. Но для ценителей зимнего леса здесь тоже можно найти интересные объекты, за которые глазу можно будет зацепиться. Сделать отличные фотки на вашу зеркалку, полетать на квадрокоптере над заснеженными елками или просто пожечь костер, понюхав дымок от смолистых дров. А также попробовать поймать северное сияние в морозную ночь. Но мне, увы, так и не получилось его увидеть. В самом начале поездки нас было четверо, я и мои старые друзья. Но потом они уехали и я опять остался один, как и всегда. Мы привезли два снегохода и ездили на них по просторам парка. Варили шурпу из сахатины и пили таежный чай. Погода выдалась обалденная. Ясное небо и совсем небольшой морозец. Градусов так 5-10 всего. Идеально для этих мест. Лютых морозов, таких как в Норильске, здесь не бывает. Максимум градусов под 30 всего. Не больше. Сказывается теплое влияние Гольфстрима, доносящиеся с запада скандинавского полуострова. Помимо покатушек по озеру Панаярви, важным аспектом пребывания в парке является восхождение на высшую точку Карелии, гору Нуранин. В целом, рельеф Карелии невысокий, и нас, уральцев, такими холмами не удивишь. Но тем не менее, взойти, а точнее заехать на Нуранин очень важно. Всего каких-то 576 метров, но все равно очень круто ощущать себя на высшей точке республики. После Нуранина на следующий день мы отправились на другую популярную горную вершину парка, гору Кивака. В прошлый раз мне не удалось полетать над горами на дроне, потому что я тупо забыл его в избушке. А в этот раз взял все и запустил нашего пятого участника экспедиции, дрона Андрона. Да и ветра сегодня почти не было, поэтому Андрону повезло полетать над всеми этими просторами и насладиться их видом. Субтитры подогнал «Симон» По-фински разговаривай, тогда попадешь. Аккала-паккала! Вот, хорошо! Возле горы Кивака расположен очень красивый водопад, который так и называется – Кивака Коски. Коски в переводе с финского так и значит «водопад». Видел его летние фотки и мне показалось, что зимой он выглядит гораздо более круто и атмосфернее. А вообще, Карелия знаменита в первую очередь не горами, которых тут почти нет, а именно водными ресурсами, озерами и реками. Вот и этот водопад – это такой традиционный пейзаж Карелии. Скалы, пороги, бурная горная вода и елки на фоне голубого неба. Если вы представляете Карелию, то она будет выглядеть примерно как-то так. Это была наша крайняя точка в путешествии по парку. Далее мы поехали на кордон цыплинга возле озера Пяозера. Субтитры создавал DimaTorzok Особую атмосферу и привлекательность при путешествии по Карелии придают ночевки вот в подобных избах-зимовьях, как, например, вот это на озере Цыплинга. Ночевать в палатке зимой, конечно, можно, но это проблемно и некомфортно. Но ночевка в теплой избе с печкой всегда поднимут ваше настроение. В Карелии есть своя фишка. Это рубленые избы зимовья, построенные из сухостойной сосны. Так как леса в Карелии предостаточно, то найти высохшую на корню сосну не составляет особого труда. Хотя и нужно все-таки потрудиться. Этот стройматериал здесь считается элитным. И построить из сушины себе хижину – это поистине очень круто и романтично. Убранство выполнено в традиционном карело-финском стиле. Комната, кухня, печка. Над печкой чердак, на который можно залезть и спать там. Освещение от генератора. На стене – карта местности. Рядом сейф для патронов, запас горючего для снегохода и кое-какая еда. Все, что нужно путнику для комфортного проживания в глухой тайге. Ребята сегодня на озере наловили замечательных окушков. И сейчас мы будем варить с них уху. А вот эта партия пошла на пятиминутку. Просто посыпали солью, перцем. Вот такая вот пятиминуточка. И будем есть сырое. Все заняты делом. А Игорь, вот как видите, чистит рыбку. Пока есть природа, пока есть рыба, будем сыты. А если сами себе будем хамить, этого ничего не будет. И вот, как видим, наши окуньки уже сварились. И сейчас еще нас ждет их икорка. Будем жарить и употреблять в пищу. А здесь Игорек у нас уже пробует пятиминуточку. Что скажете? Спасибо. Как на вкус. На пятый день моего пребывания в Карелии ударили морозы. Мороз не крепкий, градусов 15-20 всего. Но ощущается такой приятный холодок и совсем нет ветра. Доброе солнечное утро и хорошее настроение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, здесь на реке Кума, практически на границе с Мурманской области, расположена вот такая вот плотина, которая вырабатывает электроэнергию, поставляемую, не знаю куда, возможно, в Карелию, возможно, в Мурманскую область, а может даже и до Финляндии доходят эти мощности. Важным моментом экономики Карелии является электроэнергия, вырабатываемая на многочисленных гидроэлектростанциях, как, например, вот эта, совсем маленькая, но рабочая ГЭС на реке Кума. Расположена она далеко в тайге и добираться до нее уже проще даже из Мурманской области, чем из карельских деревень. Наш кордон находился за пределами парка по Анаярве, а это значит, что эти места являются охоту годями, то есть сюда приезжают люди на охоту. Вот и мы тоже, ведомые своим охотничьим инстинктом, отправились на охоту, но только без оружия, на фото охоту. Для этой цели нам помог наш пятый участник команды, Дрон Андрон, который умело выследил зверя и показал нам его логово. И овцы целы, и волки сыты. Кстати, мясо лося для шурпы мы привезли с собой, а вовсе не добыли его здесь, ибо браконьерство это зло. После пяти дней пребывания на севере, наши пути разошлись. Парни поехали домой, а я отправился путешествовать дальше. Теперь уже просто по городам и весям смотреть, как живут карельские жители. Здесь, как видим, местный карельский стрит-арт. Довольно неплохо выполнен. Сначала заехал в Кемь, немного походил там, но моей целью был поселок Рабочий Островск, расположенный на берегу Белого моря. Именно здесь проходили съемки фильма «Остров с Петром Мамоновым». Сейчас мы с вами пойдем и посмотрим декорации к фильму. Честно говоря, в это место лучше ехать летом. Зимой здесь как-то все уныло. Море подо льдом, а декорации тоже уже стали какие-то неприглядные. Слишком много туристов здесь уже побывало. Да и местные особо за ними не следят. Летом отсюда курсируют суда до Соловецких островов. И для туристов поселок знаменит в первую очередь именно этим. Вот это место, где снимали фильм «Остров с Петром Мамоновым». Сейчас посмотрим, заглянем внутрь тоже. А внутри, как видим, настоящая старая церковь. Здесь когда-то был храм. То есть это не просто какие-то декорации, а настоящая старая церковь деревянная. Вообще деревянная церковь в Карелии – это визитная карточка. Такая же, как скалы, озера и таежный лес. Как видим, море покрыто торосами. Это вот эти льдины, которые торчат и выпячиваются изо льда. Ходить по нему опасно. Здесь вот тоже видите торосы и трещины во льду. Ходить по нему я не хочу и не буду. Благо здесь есть тропинка по земле. А если приглядеться, то на снегу можно разглядеть большое количество зайчьих следов. Зайцы просто здесь живут, как в коммунальной квартире. Вся Карелия – это, по сути, один кусок камня. И какой-то почвы здесь совсем малой. Поэтому вот опоры лэпок ставят на такие основания. Как видите, вот эти кидают камни, делают срубик такой небольшой. И туда уже помещают опоры. Переночевав в Кимис, с утра я поехал дальше, в Повенец. В котором можно посмотреть на знаменитый Беломор канал. Первый день погода была ветреной и снежной. Да и вообще под снегом Беломор канал выглядит совсем иначе, нежели в летнее время. Так что приезжайте смотреть на канал лучше летом. А вообще, смотрите лучше мой канал. И не забудьте подписаться. Путешествие по Карелии летом нет проблем найти место под палатку и не париться за свое жилье. Но когда ты путешествуешь зимой, ты вынужден искать какую-либо квартиру или номер в отеле. Как, например, вот этот за 1600 рублей. В Кими я снимал за 1900, дешевле не нашел. В Петрозаводске цены начинаются от 500 рублей за хостел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не только природа. Будучи в Петрозаводске, я посвятил свое время не изучению городской архитектуры, а знакомству с местными жителями. Ведь Карелия – это не только природа, но еще и люди, которые там живут. Меня зовут Анастасия. Я являюсь артисткой нашего государственного национального ансамбля песни и танцы Республики Карелия Кантеля. А также руковожу нашим ансамблем кантелистов. Играю я на национальном инструменте кантеле. С шести лет занимаюсь этим ремеслом. Закончила музыкальную школу в городе Аланце, где я, собственно, родилась. И далее по ступенькам музыкальное училище, консерватория наша Петрозаводская. Я пропагандирую нашу национальную культуру в Карелии. Сама по национальности являюсь карелкой, поэтому это мне все близко и дорого. В Петрозаводске есть целое здание, посвященное музыкальному инструменту кантеле, на котором играет Анастасия. Оно так и называется – дом кантеле. Там же представлены какие-то музейные экспонаты, картины. Сотрудники занимаются пошивом одежды для выступления. А самое главное – у них есть своя слесарка, в которой они сами изготавляют кантеле. Не какой-нибудь там заморский бренд, а свое собственное петрозаводское кантеле. Делают как и классический вариант инструмента, так и внедряют свои разработки в дизайн и структуру. Ребятам большой респект, а вы, когда будете в Петрике, обязательно посетите их выступление. Первое упоминание об инструменте кантеле было в карелфинском эпосе «Калевала». Главный герой которого – старый мудрый Вянемёнин создал свое первое кантеле из челюсти огромной щуки. А струнами послужили жилы этой огромной рыбины. По легенде, эта кантеля была потеряна, и Вянемёнин создал второй инструмент. На этот раз корпус его он сделал из карельской березы, а струнами послужили волосы прекрасной девушки. Вот подобные инструменты в старину были в каждом доме и сопровождали все праздники. Под его аккомпанемент люди пели, танцевали. И, в общем-то, это был очень популярный инструмент. Анастасия родилась в Оланце, это на юге Карелии. Петрозаводский прожила большую часть жизни и здесь же познакомилась со своим супругом. Ребята живут здесь и, судя по всему, не собираются никуда уезжать. Ни в Москву, ни в Питер, ни в Крым, ни в Сочи. Нравится им здесь. И выглядят они счастливыми. Редактор субтитров А.Семкин Первое, что бросается в глаза здесь, в Петрозаводске, это, простите за тавтологию, белоснежный снег. Он действительно очень белый, еще с таким голубоватым оттенком. Такое я не видел ни у нас на Урале, ни в Сибири, ни тем более в средней полосе. Вы скажете, да, потому что здесь нет каких-то особых предприятий, заводов, как на Урале и в Сибири. Нету, конечно. И поэтому Петрозаводск это такая большая одна деревня в лесу, в экологически чистом месте на берегу Онежского озера. Снег в Петрозаводске особо не убирают. Но лично я считаю, что он придает даже какой-то особый колорит. Вот этот белый цвет, синевой такой, он придает особое очарование и шарм такой лесной, таежный. По озеру любят кататься на снегоходах, просто гулять пешком. Возможно, рыбалкой заниматься, хотя я не видел здесь рыбаков на самом деле. Ну и кайтом, соответственно, полетать на кайте тоже милое дело. А там вдалеке находится летний причал. Летом с него уходят сюда, расходятся кто куда. Ребята, вот снег, он действительно какой-то здесь не такой, как в других местах. Вы скажете, да ты, дружище, загоняешься. Подумаешь, снег как снег. Нет, он не такой на самом деле. Может, какая-то снежинка не такая. Ну, короче, свет прямо бросается в глаза и выделяется. Он чистый такой, белоснежный. Чем еще интересен климат здесь, в Карелии, это то, что влажность высокая. И поэтому кожа на руках не сохнет. Если, допустим, ходить в таком виде на Урале или где-то в Сибири, у меня обязательно руки будут сушеные, прям высохнут. А здесь никакого крема, ничего не надо. Они в обычном своем состоянии находятся. Хотя морозы тоже под 30 градусов. 27 вот было. Возможно, форма снежинки какая. Или как-то климат влияет, влажность, давление. Ну, короче, снег другой. И снег – это одна из достопримечательностей зимнего Петрозаводска и всей Карелии в целом. Ну, а это памятник карельской рыбалке. Рыба – это тоже одна из достопримечательностей Карелии. Потому что Карелия состоит из многочисленных озер, рек и всяких водоемов. А это, ребята, формула карельского леса. Она составляет 40% сосны, 30% ели, 20% березы и 10% осины. Побывать в Петрозаводске и не посетить знаменитый остров Кижи было бы неправильно с моей стороны. И, как оказалось, зимой туда тоже можно попасть. Туристов возят на воздушные подушки. За проезд туда-обратно и экскурсию я отдал 3900. Взять просто транспорт не получится. Обязательно нужно брать культурную программу. Что, впрочем, тоже будет полезно. Дабы познать, что это вообще за место такое. Кижи – это одна из самых главных достопримечательностей республики. Памятник деревянного зодчества и вообще легендарное место. Ударение правильно на первый слог, то есть Кижи, а не Кижи, как вы привыкли называть. Кижи, а не Кижи, а не Кижи. Поскольку Кижский погост является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, то над ним установлена бесполетная зона, словно это чей-то дворец. Но на самом деле все логично, ведь мало ли кто сюда приедет со своими дронами. А при неудачном запуске дрон может врезаться и повредить элементы памятника архитектуры. Поэтому для полетов нужно заранее пробовать получать разрешение в администрации музея-заповедника. Я тоже подал заявление, но мне отказали. Ну и ладно, все равно там был очень сильный ветер, и дрон-андрон себя бы плохо чувствовал на нем. С фотика тоже получились хорошие кадры. Как оказалось, остров Кижи это не целиком памятник ЮНЕСКО, а еще здесь есть настоящие жилые деревни, в которых можно даже прописку получить и жить себе припеваючи. Вот эта деревенька называется Ямка. Она находится буквально 1,7 километров от основного погоста. Как видим, там вдалеке виднеются даже новые дома. Все же по большей части здесь, наверное, люди не живут, так как дома в основном исторические, на них висят таблички, то что памятник архитектуры. Но судя по всему, вон там дальше есть и жилые дома, и сейчас мы их посмотрим. Как видим, это обычная жилая улочка, такая как во всех деревнях. Здесь даже вон протянуто электричество, есть свет в домах. Здесь живут люди. Как-то раз, гуляя по лесу, я случайно наткнулся на юную деву в красных нарядах. Сначала я подумал, что это Айна, героиня эпоса Калевала, но потом девушка представилась как Марьяна, хозяйка лесных кладовых. Она живет на синем острове посреди тихого озера и владеет земляничными полянами, морожковыми болотцами и брусничными мхами. Марьяна поведала мне много интересных историй о Карелии, часть из которых услышите и вы. Ну, в общем, мы с вами находимся на так называемом чертовом стуле. Это урочище, памятник природного значения регионального масштаба. Вообще, это место притяжения всех туристов, которые посещают город Петрозаводск. Почему? Потому что здесь, во-первых, очень хорошая открывается панорама на Петрозаводск. А во-вторых, интересна сама легенда, название. И вообще место обладает какой-то такой мистической аурой, как многие считают. Вообще, откуда название чертов стул? По одной из легенд, здесь одно время жил черт, а в Петрозаводске, ну, в городе, грубо говоря, да, где-то здесь, на этой территории, жил некий дед, и у него была внучка. И старуха-ведьма одно время посватала эту внучку за этого черта. Внучка не хотела, соответственно, конечно же, выходить замуж за черта. И обманным путем эта ведьма отдала девушку, да, в жены черту. И черт, чтобы она от него не сбежала, посадил эту девушку на Пай-остров. Вот его видно здесь. И здесь место, где черт сидел и наблюдал, собственно, за тем, чтобы его дорогая невеста не сбежала с этого острова. Про красный цвет. Да, ну, в общем-то, вот мой костюм, прежде всего, состоит из красного цвета. Вообще, у Карел красный цвет считался главным, да, и, в принципе, у многих жителей Севера, так как Север достаточно немногоцветен, да, яркие краски присутствуют тут непродолжительное количество времени, да, всего лишь несколько летних месяцев, солнце не так часто появлялось на небосклоне, поэтому жители привносили в свою жизнь яркие краски с помощью одежды, да. Мой образ символизирует, да, ягоду, потому что Марьина переводится с карельского языка как ягодка. Вот, поэтому в моем наряде присутствуют все основные цвета наших северных ягод. Брусники, клюквы – это красный цвет, синие – черника, голубика, да, желтый – морошка. Морошка вообще у нас царской ягодой считается. Самое главное, наверное, морошка. Да, да, достаточно редкая. Многие люди, когда… Символ Карелии. Да, многие люди, когда к нам приезжают, они даже не знают, что это за ягода. Да, мы вот показываем, рассказываем, говорим, что… Обязательно всем попробовать комаров. Да, обязательно. Она очень вкусная, и не зря она называлась царской, не только потому, что она очень вкусная и редкая, а потому, что она очень полезная. Много тысяч лет назад, когда с территории Карелии постепенно начал сходить ледник, здесь проходили большие землетрясения, доходящие до 9 баллов, да. И все вот эти сколы, трещины в рельефе Карелии – это чаще всего последствия как раз-таки этих землетрясений. Считается, что в Карелии живут самые… жили самые сильные колдуны. Их всегда приглашали на самые главные мероприятия в жизни человека, да. Обязательно звали на свадьбу, обязательно звали на похороны. Считалось, что колдун может навлечь несчастье на людей, которые могут его расстроить. Поэтому всегда у людей стояла задача как-то его задобрить. Ему приносили подношения, как-то платили ему своеобразно, да, то есть либо едой, либо какими-то вещами. То есть всячески старались задобрить. И до сих пор ходят слухи о том, что, например, в некоторых отдаленных районах Карелии еще живы эти колдуны, да, и вокруг них ходят различные предания, легенды, как нужно поступать, как не нужно. Калевала. Сначала не было ничего. Ни земли, ни солнца, ни животных, ни птиц. И жила лишь одна Ильматор, дочь воздуха. Жила она 700 лет, но потом решила спуститься вниз, к морю, после чего забеременела от волн Мирового океана. Носила она свой плод 30 лет, но родить никак не могла. И тогда на помощь к ней пришел Укка, верховный бог неба. И когда Вяйнемёнин сын Ильматор вышел из ее утробы, он был уже взрослым, и было ему 30 лет. Потом еще 8 лет Вяйнемёнин скитался по морям, пока не достиг, наконец, суши. Ступил на землю он в стране, называемой Калевала. Как-то раз, случайно гуляя по лесу, он встретил Айна, красивую белокурую деву, в которую тут же без ума влюбился. Но Айна не отвечала ему взаимностью и вообще хотела даже утопиться, узнав, что придется жить с таким человеком. Вяйнемёнин пытался спасти красавицу Айна, но так ему это и не удалось. А в далекой северной стороне Похилла жила злая старуха Лоухи, которая хотела иметь безграничные богатства и изобилие. И только кузнец Ильмаринин, брат Вяйнемёнина, мог дать ей это могущество. И тогда Лоухи ворвалась в Калевалу и похитила Айники, сестру Ильмаринина, и возлюбленную Леменькяйнина, чтобы воздействовать на них и заставить работать на себя. Ильмаринин и Леменькяйнин приплыли в Похиллу, дабы освободить красавицу Айники от оков коварной Лоухи. И тогда Лоухи предложила им сделку. Сказала Лоухи Ильмаринину, если тот хочет вернуть свою сестру Айники, чтобы выковал ей Сампа, магическую мельницу, источник безграничных богатств и благополучия. И тогда Ильмаринин выковал ей мельницу Сампа, и вместо того, чтобы подарить ее народу Калевалы, он отдал ее злой Лоухи. Сампа вырабатывала золото, соль и муку, и приносила безграничные богатства и благополучия. Узнав о том, что Сампа досталась коварной Лоухи, мудрый Вяйнемёнин решил отправиться в Похиллу и отнять мельницу у старухи. Своей игрой на кантеле Вяйнемёнин усыпил всех ее приспешников, и выкрал Сампа из ее чертогов. Разгневанная Лоухи отправилась за ним, и во время борьбы Сампа была разбита, а осколки его утонули в море. После чего в мире не осталось больше никакого источника безграничного изобилия и богатства, все стали жить лишь своим трудом, а между темным и светлым миром воцарился баланс и равенство. И все благополучие теперь стало зависеть лишь от тебя самого, от твоих умений, навыков и стремлений. Что посеешь, то и пожнешь, и халявы больше не будет. Эпос Калевала состоит из 50 рун, которые на бумагу впервые перенес Элиас Леонард. Именно он и составил цельный связанный текст Калевала. До этого все предания и песни были лишь в устной традиции и передавались рунопевцами во время праздников и торжеств. Каждая руна по отдельности. В Калевале представлены языческие, дохристианские представления о мире. Калевала – это не сказка. Эпос имеет глубокий сакральный смысл, описывающий путь человека между добром и злом, темным и светлым миром. После Петрозаводска я отправился на юго-запад Карелии, в город Сартовало, и первым пунктом моей программы было посещение питомника Хаски, расположенного на трассе между Сартовало и Рускеало. Урочище «Белая руна» и его основатель Алексей поведал мне все тонкости этого нелегкого дела. Меня зовут Алексей, я хозяин питомника «Белая руна». У нас здесь живет 30 собак, 20 из них Хаски и некоторое количество ездовых метисов. Мы занимаемся ездовым делом, иногда к нам приезжают туристы. Живем мы здесь в Карелии всего где-то 9 лет примерно. Питомнику нашему 4 года. Вот именно в этом месте. Что такое «Белая руна»? «Белая руна» — это такое название на самом деле со смыслом, потому что руна в карельском понимании — это песня, то есть знаменитый эпос «Калевала» карелло-финский, он состоит из рун, из таких тематических песен. Второе значение этого слова — это некий символ такой, то есть есть такие германские руны, которые использовались раньше при гадании, которые вырезали на плашках или каких-то там костях, или каких-то деревянных дощечках. И всегда была пустая руна, белая руна, самая загадочная, самая таинственная. Еще у нас руна — это наша самая первая собака, она у нас белого цвета, поэтому название питомника у нас получилось такое вот интересное — «Белая руна». «Белая руна» Как я сказал, мы здесь уже 4 года, на этом месте, вот раньше здесь ничего не было мы когда сюда приехали здесь был просто пустырь такой не было ничего не не строение не зданий вот единственное здесь много руин и развалин потому что это очевидно какой-то старый финский хутор вот и здесь мы вот работаем с собаками встречаем туристов проводим экскурсии катаем на собачьих упряжках и вот потихонечку развиваемся хаски настоящие непоседы они требуют определенное внимание и заботу у них много энергии которую нужно куда-то тратить иначе собака устроит вам сладкую жизнь особенно если живет она при этом в квартире краски то наверное с одна из самых популярных пород сейчас мире и уж точно самая популярная ездовая порода но это порода непростая у них очень сложность дисциплины эта порода нуждается в нагрузке вот и поэтому хозяева сейчас в нашем мире нередко сталкиваются с проблемами когда собаки отсутствие нагрузки пытаются как-то компенсировать разрушают там в квартиру и ломают мебель короче часто убегают среди хаски много потерявших вот то есть борода очень непростая вот заводить их дома в принципе можно но нужно тратить достаточно много ресурсов и времени и это материальных ресурсов ну одну и сил конечно тоже потому что повторюсь собаки эти появились на аляске вот и должны были оставить северные регионы собственно севера канады собственно аляске соответственно когда собаки работают получают нагрузку они себя чувствуют хорошо когда собаки в тонусе они живут дольше болеют меньше но при этом их нужно кормить чем-то таким вот калорийным и таким жирным потому что эта порода как и прочие издовые породы она очень интенсивно жжет калории когда работает в упряжке поэтому необходимо восстанавливать энергопотерю чтобы собаки не страдали вот какого-то истощения например как я сказал уже мы всего живем в карелии 9 лет приехали мы сюда из москвы вот захотелось какой-то свободны что москве конечно хорошо и здорово вот я родился москве 33 года прожил москве но там бывает просто сложновато как-то тесно и скажем так москва хороша для бизнеса очень хороша а вот так чтобы спокойной жизни какой-то захотелось это вот где-то вот лучше на природе вот так вот поэтому и приехали в карелию здесь у нас такое место для туристов где можно погреться попить чаю или что-то съесть вот у нас тут немножко такая вот экспозиция представлена посвященная северным народом отчасти золотой лихорадки вот здесь у нас вот такие вещи образцы упряжи до собачий вот это шлейка ездовая так называемая x-образная вот когда собак запрягают упряжку на них сперва надевают такие вот шлейки помимо собак у алексея на кордоне есть еще небольшой зоопарк там есть и и ноты и лисы чернобурки и белки и зайцы короче говоря есть чем заняться и на что посмотреть можно приехать с детьми можно просто самому так что когда будете под сортовалой то обязательно заедьте в белую руну и передавайте от меня привет да уж погода отвратительная конечно ну на самом деле она не такая уж плохая в ней есть какая какая-то своя атмосфера вот этот туман эта влажность стопроцентная или даже 200 процентная которая здесь все сыро мокро и мой пуховик тоже промокает а я иду по обочине по дороге в сторону русский алла и в принципе чувствую себя прекрасно зима потихонечку подходит концу здесь в республике карелия это юг карелии не знаю как по наярве там тоже наверно уже скоро придет такой вот теплый циклон и принесет дожди а впереди как видите вообще туманом все затянуло и особо то по трассе здесь ходить нельзя вот только я такой без противотуманок и опознавательных знаков каких-то хожу гуляю по дороге говоря про этнический состав карелии можно выделить три коренных народа карелы финны и вепсы совокупности они составляют всего 10 процентов от всей численности населения республики а всего во всей карелии проживает 609 тысяч человек это в два раза меньше чем в одном только моем екатеринбурге так что свободного места в карелии много если хотите то скорее бросайте свои бетонные джунгли и бегом в карельские леса строить себе хижины из сухостойной сосны печь калитки в русской печи и варить уху по-фински на красной рыбе со сливками несмотря на то что подавляющее большинство местных жителей это этнические русские карелов тут не такой большой процент они впитали в себя менталитет скандинавских стран непосредственно финляндии так как она расположена ближе всего карелии в семье как жителю ленинградской области когда что переехал бросила с глаза то что местные жители менее эмоционально сдержаны более спокойные но несмотря на это приветливая безусловно вот как-то для меня это показалось необычным еще одна такая интересная особенность прогуливать по улицам города несмотря на то что именно карелов до этническое население их не так много в петрозаводске до частности я как-то могу их выделить из толпы и именно по внешним каким-то признакам понять что это именно карел ну у нас прекрасная экология кругом леса свежий чистый воздух после большого города приезжаешь прям дышится легко и свежо прям чувствуешь насколько много кислорода здесь можно посмотреть даже белый насколько белый снег лежит понятно сразу что в нашем городе мало производства даже по белизне снега можно понять насколько здесь чистый воздух и совсем нет никакого вредного производства нас городе поэтому дышится очень легко и свежо сортовала это старый город на берегу ладожского озера в центре много исторических зданий до питера тут всего 270 километров так что жители северной столицы частенько приезжают сюда на выходные в округе расположен национальный парк ладожские шхеры и места очень популярны среди туристов по некоторым данным именно где-то здесь и должна была находиться загадочная страна калевала зима в карелии постепенно подходит концу уже практически она кончилась сейчас последние числа марта на дворе скоро апрель слякоть капель дождь идет и пасмурная погода морозные ясные денёчки кончились как говорится не все коту масленица пора и честь знать самое главное достопримечательностью этих мест является знаменитый русский альский экспресс паровозик который курсирует из сортовалы в русский алу и обратно паровоз стилизован под времена царской россии тем самым привлекает большое внимание многочисленных туристов многие приезжают сортовалу именно из-за него в особенности девушки которые любят устраивать фотосессии в различных нарядах парням этот паровоз чаще всего пофиг но для галочки прокатиться все же можно особенно если вы любите железнодорожный транспорт русский альский экспресс был моим финальным аккордом в путешествии по карелии я проехал ее с севера на юг и показал вам интересные места наверное что-то упустил но это не важно потому что завтра вы приедете сюда и посмотрите все своими глазами